всем добрый шахрисабский друзья уже солнечный и не морозный день морозы пропадают наверное уже плюс то есть прям видно все так оживилась на улице машины люди такси все все зашевелилась а почему вы не работали а холодно в числе первых сегодня пришел на плов ази сош мне порт мне порцию пожалуйста раздрать порцию нужно салатик он вкусный но я сейчас теперь реально понимаю что самаркандские порции они намного больше это реально маленькая порция поэтому когда я удивился когда был в самарканде 50 тысяч порция конечно она там два раза больше наконец-то хорошая новость идем в местный мфц или как его там называют в общем центр госуслуг и там короче можно сделать доверенность то есть не до доверенность которая идет у нотариуса она там дороже намного здесь дешевле алишер с феде меня там ждут машину наконец-то мы нарядили в наши номера номера попались красивыми сбросим все тает снега много реально много самый первый год когда мы здесь сидели целый год был карантин вот жили здесь станей когда еще не было ребенка целый год мы здесь прожили вот так вот выглядят друзья местные госуслуги очень все доверенность мы почти сделали вообще доверенность можно сделать на 6 месяцев на год у нотариуса там анаконских денег стоит здесь можно сделать на месяц сколько 140 тысяч сунда 140 тысяч через госуслуги делаешь и все то есть мне не обязательно 6 месяцев иметь платить за 6 месяцев нет смысла я например катаюсь там два-три месяца можно потом продлить там можно продлить если такая нужна нужда будет ну вроде бы а еще если вы гражданин другой страны имеете ввиду что вы здесь не сможете сделать вообще вы не сможете нигде сделать доверенность пока у вас не будет какой-то я скажу как называется штука мальму мальмут хама жасмоний шакс короче вот такая штука должна быть идентификационный какой-то номер короче ну все вы поняли такая штука дается в паспортном столе делают фотографии там тебе номер присваивают как у робота с этим номером вы можете официально двигаться по улице все свобода теперь ты не будешь боится да и улиц нет я не буду прятаться ну все пять дней потребовалось чтобы получить номер пять дней до и сделал доверенность доверенность быстро сделать теперь мы свободны можно спокойно передвигаться перемещаться осталось теперь еще одна большая проблема так как машина на бензине блин нужно заправки искать с дешевым с дешевым точно я не дождусь там по пять часов люди стоят придется заливать спирту дорогим бензином 91 возле одной заправки остановились мы так не поняли оказывается там даже уже пяти километров очередь на 91 бензин это уже вот это уже пугает то есть даже за десять тысяч суммы один литр если такие очереди то не представляю что это кипиш начнется реально просто кипиш он там 80 дешевый но блин это ужас только стоит это очень и очень плохо короче приехали на заправку он на тут там никого нет приходится снимать вам мясо нет бензина снимаем мясо нашли бензин 5 литров опять же бензин из-под полы перекупов короче он уже 91 почем по 13 по 13 80 который по 5 500 он по десятке то это еще с трудом ты достаешь от бензина веселье начинается очень и очень весело сейчас вам попытаюсь показать что на заправках творится на ближе год на 2 которых мы были там просто по несколько километров очереди сейчас нам по пути 1 должна попасться еще покажу но начинается какой-то коллапс на самом деле неприятный момент вот это все дело ценные автоматически на такси выросли прям в разы чтобы доехать до самарканда можно за 30 30 тысяч до стоил 35 сейчас блин 100 150 70 80 то есть вот так вот сумбур идет какой-то то же самое с ценами на ташкент чтобы доехать отсюда до 200 до 250 то есть любая проблема заправки все автоматически цена поднимается на поездку по моему сейчас вот 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 еще один повод переходить на электромобили я думаю люди у которых есть деньги они так и будут делать узбекистане короче не хочу показывать просто кто-то где-то скупил бензин его просто тупо распродают по завышенной цене реально уже третью кучку такую видим машин и мне в этом городе жить но судей не в этом то есть эта проблема она сейчас везде я думаю такая есть кто-то сейчас просто золотиться на бензине нормально золотиться перепродаж бедные люди пятым рядом едут это все за бензином вот как вот здесь стоят с бензином тут будешь его покупать за любые деньги которые те его предложат реально в этой очереди можно родить умереть дождаться не дождаться и 5 просто блин на банкет нет бензина есть самса друзья ждем самсу как золото выглядит другая заправка да и ну ну наступил вечер попытка еще раз заправить матис реально с бензином проблемы я будем еще раз искать пытаться может быть уменьшилась толпа короче очередь нехилая скажу кто-то ходит там чего-то чай предлагает сюда 5 короче простояли полтора часа и какой-то мужик прошел скажу типа бензин закончился блин сейчас выезжаем так а сейчас уже поздно куда-то ехать на какие другие заправки только подправка может быть получат поедем договариваться дальше больше нет вариантов бездорожными это это лучший вариант вот еще одна очередь но в ней точно мы не от стоим это тут ближе к утру на будет нет варианта нам припарковываться блин вообще что получилось большинство машин в узбекистане на метане на газу соответственно с газом проблемы все перепрыгнули на бензин ну а бензина столько нет вот и все вот и приехали называется вот еще одна заправка здесь тоже без вариантов встать куда-то здесь вообще маленькая заправка даже здесь в очередь короче на стекло фид нам все протереть что-то врача плохой люди как-то объединяются там пятером садятся в одну машину греются вообще у кого бензин есть да у кого есть гаишники стоят что-то контролируют там потому что люди начинают перекрывать короче первую вторую полосу начинается бум